Всем привет! Добро пожаловать на второй обзор на этом канале. И сегодня у нас Intense Tracer 29 Expert. Карбоновый, полноценный эндуро-байк на 29 колесах со 170 мм хода подвески спереди и сзади. В чем прикол? Дело в том, что на рынке сейчас у нас крайне мало настоящих эндуро-велосипедов с большими ходами, современной геометрией. И здесь вы получаете карбоновый велосипед на абсолютно годных компонентах, на подвеске, ДВО. И все это за 450 тысяч рублей в двух цветах и в трех ростовках на выбор сейчас по всей стране. Это дешевле, чем алюминиевый Rocky Mountain Altitude. Это сравнимо по цене с карбоновым GT Force 22 года под дикой распродажной цене, которых осталось на самом деле всего две штуки на всю страну. А другие эндуро-байки, которые у нас на рынке кое-как можно найти, они либо устаревшей геометрией, либо не совсем эндуро-байки с меньшими ходами и ближе к Ол-Маунтин. Так что это реально один из немногих велосипедов, которые полноценный эндурик можно рассматривать на рынке. Но хватит про цену, давайте теперь посмотрим, что за велосипед. Сначала основные фишки рамы, потом геометрию, потом подвеску рассмотрим и компоненты. Ну что ж, погнали. Главные фишки первое. Передний треугольник карбоновый, задний треугольник карбоновый, даже верхний линк карбоновый. Оси внутри подвески, говорят, титановые. Причем рама проектировалась именно с запасом на прочность под эндуро-нагрузки. То есть это не для того, чтобы сделать байк легким и слабым, а именно, чтобы он был прочнее. Причем, что интересно, Intense не заявляет, что у них в версиях попроще, в версиях подороже разные рамы. Нет, здесь вот они сделали одну классную раму, и ее, собственно, комплектуют даже вот самую простую версию Tracer Expert. Проводка внутренняя, но не через чашки рулевой, а по классической схеме сбоку от рулевой трубы. Так что никаких проблем, никаких заморочек с рулевой, с проводкой, с этой. Что хорошо шоссейному велосипеду, большому двухподвесу лишний только, простите, геморрой. И здесь с этим нет никаких проблем. Более того, чашки рулевой запрессованы в раму. Это не только более надежный вариант, чем интеграшка, но также позволит вам поставить англсет, если вдруг захотите. Каретка резьбовая, опять же, никаких проблем с пресс-фитом, и можно обслужить самому. Есть ушки ICG, на них уже установлен успокоитель E13, но также должен быть еще и башгард, но почему-то сюда его не поставили. Амортизатор расположен максимально низко и по центру рамы для наилучшей развесовки. Причем ложе немножко смещено влево для того, чтобы освободить место для трансмиссии. Из-за этого слева такой вот характерный имеется выступ, как будто бы это электробайк. Но, к сожалению, нет. Вон там в ушке амортизатор расположен флип-чип, можно менять геометрию, но, к сожалению, доступ к нему немного ограничен, поэтому просто так на трейле легко туда-сюда его не попереставляешь. Щитки на заднем треугольнике полностью закрывают ложе амортизатора и кареточный узел, но, на мой взгляд, слегка ограничивают грязевой зазор. У вилки тоже есть свой родной щиток, прикрученный болтами. Также, конечно, нижняя труба обильно защищена щитками и перья. Снизу же здесь открывается доступ к бардачку за вот этой дверкой. Там еще идет в комплекте неопреновый носочек, и можно перевозить кучу инструментов, но доступ, конечно, не самый удобный. Для этого нужно, скорее всего, переворачивать байк. Петух универсальный UDH, а значит, и замену ему, если что, легко будет найти. И раму это делает совместимой с новыми трансмиссиями с рам прямого монтажа. Заднюю есть потаенной ручкой для того, чтобы можно было легко раскручивать без инструментов. Но спереди в этой комплектации вилка с оси под шестигранник. Ну и, конечно, место для флягодержателя нашлось, причем даже под большую флягу, и флягодержатель идет в комплекте родной Intensivsky. А теперь давайте о геометрии. Итак, это современный эндуро-велосипед, длинный, но именно в рамках современных эндуриков он довольно сдержанный по геометрии, и у него ничего никуда не зашкаливает и не выпирает. Погнали! Буду называть по две цифры в верхнем и нижнем положении флипчипа для ростовки L. Рич 480 или 476, угол рулевой 64,5 или 64, угол подсиделки 78 или 77,5, длина перьев 445, высота каретки 349 или 342 мм, и длина базы 1266 мм. Если сравнить его с конкурентами, то по углу рулевой он похож на спешалайст эндуро и чуть круче угол, чем у Santa Cruz Megatower или Transition Spire. По длине перьев чуть длиннее, чем у спешалайст эндуро и чуть короче, чем у Transition Spire. Это как раз современные длинные перья для более центральной развесовки, для того, чтобы у вас загрузку колес легче контролировать и надежнее проходить скоростные сложные повороты. Но для джиббинга, конечно, это не очень годится, но для этого Intense делают версию Mullet этого велосипеда с 27,5 колесом сзади, и там перья как раз чуть покороче. Нет, это именно эндуро телега с 29 колесом сзади, и поэтому тут во главе стабильность. Высота подсидельной трубы у него не самая низкая, 44 см в L, то есть если вы маленького роста, то супер длинноходный подсидельный штырь, наверное, сюда для вас не влезет. А вот если вы именно высокого роста, то в ростовке XL у вас будет достаточно высокая подсиделка для того, чтобы вы не переживали, что вам вообще не хватит высоты седла. Так что за счет не супер безумно длинного рича и чуть-чуть более сдержанного угла рулевой, байк получается такой чуть более вертлявый для стабильного эндурика. Но если 64 градусов вам все-таки не хватит, напомню, сюда все еще можно поставить англсет. Ну или, кстати, в версии Pro, которая идет на 38-й Фоксе, вилка чуть повыше, и там в нижнем положении заявляют угол 63,7. Что касается подвески, она здесь называется GS Tuned, и это свой взгляд Intenso на старую добрую ВПП. Задний треугольник цельный, и на двух коротких линках, вращающихся в разные стороны, подсоединен к переднему треугольнику. Привод амортизатора в данной конфигурации с нижнего линка, и в отличие от Санта-Крузовского ВПП, нижний линк здесь вращается вокруг оси прямо на самой каретке, а у Санта-Круза нижний линк вращается на оси над кареткой. Такая конфигурация позволяет очень тонко настраивать кинематику подвески, и здесь Intenso придали этому велосипеду заметную прогрессивность, для того, чтобы он мягко отрабатывал в начале хода и сопротивлялся пробою в конце хода. Ну, собственно, сейчас практически все эндурики так делают. И явный, явный акцент на педалирование. Расчет кинематики я нашел для велосипеда с 27 колесом сзади, поэтому, конечно, здесь будут цифры самой малости отличаться, но, в принципе, должны быть очень схожи. В середине кассеты антисклад порядка 120 и выше, то есть велосипед отлично педалируется приезде сидя даже с открытым амортизатором. А на самых маленьких звездочках антисклад выше 130, то есть у вас даже, когда вы будете стоя где-нибудь выкручивать на перегоне плоском на спецучастке, подвеска будет изо всех сил сопротивляться раскачке, даже приезде стоя. Понятное дело, что стоя полностью компенсировать раскачек невозможно. Там слишком большой перенос еще и веса вашего тела вверх-вниз, а не только усилий, которые возникают при педалировании. Траектория заднего колеса в начале хода заметно уходит назад. Это позволяет лучше отрабатывать препятствия с острыми гранями. Но вкупе с высоким антискватом это, конечно, означает, что педалкик у него повыше, чем у конкурентов. А педалкик — это не только отдача в педали, но и снижение чувствительности работы подвески. И отсюда этот велик как никакой другой подходит для установки звезд O-Chain с заданным свободным ходом, которые позволяют отвязать натяжение цепи от работы подвески, когда вы едете накатом. Собственно, ребята из байк-радара, когда делали длительный обзор на 29-й трейсер, только в версии Pro на Foxe, так и сделали. Поставили O-Chain, и после чего велик, по их словам, просто расцвел. И в итоге они поставили ему 4,5 из 5 звезд. Брейк-склад здесь 85%, то есть ни нашим, ни вашим. Ни порядка 60, как у четырех рычажек, ни порядка 100, как у однорычажек. Ровно посередине. Что касается комплектации, то Эксперт собран на абсолютно рабочей 12-ти скоростной трансмиссии Shimano. Монетка и переклюк Shimano SLX, кассета Dior с полным диапазоном 10,51 на барабане MicroSpline. Спереди, как я уже говорил, звезда на 30, то есть закручивать в горке будет довольно легко. Шатуны длиной 170 мм. Некоторые дурщики, конечно, бы хотели меньше, но тем не менее. 170, хотя бы не 175. Рули выноса алюминиевой E13 35-го диаметра и довольно короткий вынос. Подседельный штырь Intense Dropper с ходом в 170 мм в ростовке L. И контактные точки. Седло WTB Silverado с довольно плоским задником. Мои седалищные кости как раз аккуратно на него помещаются. И грипсы Intense с локонами с внутренней стороны и резиновыми, соответственно, заглушками с внешней. Тормоза TRP Trail Evo четырехпоршневые на двухсотых дисках спереди и сзади. Это довольно простая модель. Судя по обзорам Pinkbike и Bike Rider, они достаточно мощные. Но все их упрекают в том, что в самом близком положении ручки к грипси они довольно-таки далеко от этой самой грипсы. Вот посмотрите. Я могу подвинуть их дальше, но вот я приближаю рычаг. И вот примерно здесь начинается точка укуса. И расстояние довольно большое до грипса. Имейте в виду, для меня это недостаток. Колеса на своих втулках Intense и ободах E13 LG 1 Plus Enduro с 30-мм внутренней шириной. Естественно, готовые к бескамерке. И, кстати, Intense кладут в комплект даже герметик для того, чтобы вам ничего покупать не надо было для перехода на бескамерку. Покрышки лучший выбор для эндуро-велосипеда Maxis AsiGuy, но в трейловой версии с каркасом ExoPlus и Max Terra Compound. Ну а теперь, пожалуй, к самой интересной части этой комплектации Expert. К подвеске DVO. Что такое DVO? Это довольно молодой подвесочный бренд. В 2012 году ребята из Marzocchi USA такие. Мы будем сами делать свои крутые амортизаторы с Blackjack'ом и девчонками со старых постеров Marzocchi. Вот. Договорились с заводом SR Santur, что будут производить вилки-аморты там. И вот с тех пор пытаются конкурировать с RockShox и Fox. То есть это ни в коем случае не бюджетные продукты. И начнем давайте с вилки. Итак, что это? Onyx SC D2. Эта версия чуть проще, чем D1. Отличается только тем, что у нее нет настройки высокоскоростной компрессии. Настройка низкоскоростной компрессии из четырехпозиционной в виде рычажка сверху. Естественно, настройка отскока. Вилка воздушная. У нее позитивная камера, естественно, накачивается воздухом. А снизу у нее сюрприз. Настройка некая называется OTT. Там внутри пружина, витая, стоит в роли негативной. И ее преднагрузку можно регулировать этой настройкой, тем самым тонко настраивать работу вилки в начале хода. Или там подгонять ее под свой вес, если вы какой-то там мега богатырь и накачаете много в позитивку, то этой настройкой вы точно так же сможете вернуть адекватную работу негативки себе. То есть это довольно такая прикольная штука. И судя по всем отзывам, это реально работает, потому что все, как один, отмечают, что вилка очень чувствительна в начале хода. Потому что она отлично проглатывает всякие неровности. Демпфер внутри у нее с грушей. Ребята из ДВО говорят, что они проводили даже слепые испытания по сравнению с другими конструкциями демпферов. И груша работает более плюшево, более мягко. Люди прямо это чувствуют. И вот, как я уже сказал, есть настройка низкоскоростной компрессии. Причем она абсолютно адекватная. Каждый из четырех положений немножечко делает вилку тупее. Но при этом она на резких ударах все равно довольно адекватно открывается. Но в самом полностью зажатом состоянии вилка чуть-чуть еще остается при открытой. И при педалировании стоя, например, на асфальте, чуть-чуть под вами ходит. Внутри здесь самый обычный шимстек. И поэтому, отдав мастеру, вы можете шимстеком сделать эту настройку более жесткой, например. И сделать так, чтобы вилка полностью блокировалась, если захотите. Однако у этой вилки есть особенность. Она на отскоке заметно чвакает. Так что ее супер-плюшевая работа сопровождается таким характерным звуком. И амортизатор DEVOT APAS T3 третьего поколения. Это большой воздушный аморт с бачком. Воздушные камеры негативные и позитивные обе настраиваются по объему проставками. Естественно, есть регулировка отскока. И вот такой трехпозиционный флажок. Открыто, средней зажатости и довольно туго зажатый. Прям можно стоя ехать по асфальту. Прикол этого амортизатора заключается в том, что и здесь ребята из DEVOT тоже применили грушу. Вместо привычного клапана AFP. Они говорят, что груша, в отличие от AFP, не требует дополнительного уплотнения. Снижается трение внутри. И такая конструкция работает более плюшево и намного бодрее меняет направление. Например, когда ребята из Pinkbike делали обзор на такой амортизатор, Matt Beer, чемпион Канады по даунхиллу, кстати, его писал. И он отметил, что работает амортизатор ультраплавный. Прямо четко, очень быстро меняет направление движения. То есть это реально как будто бы история с этой грушей работает. Однако поругал за то, что нет отдельной выносной настройки низкоскоростного сжатия. Здесь только вот этот флажок, он трехпозиционный. И в среднем положении аморт становится довольно-таки дубовым. Я бы сказал, что это идеальная настройка для езды вверх в горах. Но для езды вниз все-таки аморт получается дубоватым. Вот эти четыре положения на вилке позволяют более тонко настраивать, чем вот этот флажок здесь. Для этого придется лезть либо в шимстек у мастера, да, просить ее сделать, чтобы это было менее жесткой регулировкой. Или же купить другой блок, сделать апгрейд этому амортизатору, где будут именно крутилки низкоскоростной и высокоскоростной компрессии. Однако у людей к этому амортизатору был довольно серьезный вопрос. Дело в том, что объем за вот этой грушей, так называемым резиновым носочком, он должен быть накачан до определенного давления. Порядка там 150 пси. Ну, там есть некий диапазон. И вот, кстати, обратите внимание, сколько всего кладут в комплект. Ребята, Intense для космового велосипеда. Прямо все на свете. И герметик, и нипеля там есть, и динамометрический ключ даже. Невозможно, конечно, не отметить щедрость. Для недорогого относительно велосипеда, напомню. Так вот, 3 дня назад я накачал 150, открутил, подсоединил еще раз, и он показывал 110. То есть при подключении амортизатора, да, со 150 до 110 падало давление внутри этого бачка. Сейчас прошло 3 дня. Больше я, к сожалению, испытать не могу, потому что велосипед чужой. Вот. И посмотрим, я сейчас подсоедню, будет ли 110 или сколько. Итак, момент истины. ДВО исправили единственную претензию, главную, к своим амортизаторам или нет? 110. Ну что, значит, получается, они исправили этот косяк. Им можно только похвалить. Что касается впечатлений о катании, то у меня их, к сожалению, очень мало, потому что это абсолютно новый, чужой и достаточно все-таки дорогой велосипед, поэтому прокатился я только по корешкам в бице. Но, должен отметить, что вот эта вот суперплюшевая работа вилки ДВО и вот этого амортизатора с грушей вместо клапана AFP, она прям ощущается. Подвеска очень живая, очень подвижная и такая упругая, хотя здесь 170 мм хода. И велик достаточно хорошо едет, потому что у него все-таки довольно вертикальный угол подсиделки и вот эти самые высокие значения педаляжной антисквата, то есть, несмотря на то, что это эндуро баржа, он... так бы я и не сказал, да, что он прям такой гигантский. И, кстати, хочу отметить, что вот эти вот высокие значения антисквата делают его еще более подходящим для супервысоких парней, которые будут катать на XL-ке, потому что чем выше центр тяжести у вас, тем ниже эти значения антисквата, то есть, он будет неплохо педалироваться для супервысоких ребят. Также, конечно, можно поставить звезду побольше, но я бы все-таки поставил тот O-Chain, который со свободным ходом. Что касается моей придирки к тормозам, то в спецификации у него, кстати, указаны не ТРП, а диоровские четырехпоршневые тормоза. И вполне возможно, конкретно может быть в данном экземпляре или в той партии, которая пришла в Триал, поставили эти ТРП, но, возможно, кому-то достанутся тормоза, которые можно ближе к грипсе подвести, но это вопрос, конечно же, привычки. Если вы не подводите на своих велосипедах ручки близко к грипсам, то, наверное, это и не такая уж проблема, потому что в остальном эти тормоза абсолютно рабочие. Ну и более мощные покрышки для выезда в город, и вы, конечно, всегда сможете купить себе самостоятельно. А, ну и, конечно, парни, уже почти выехал из парка и чуть не забыл рассказать о самом главном. Это все-таки эндуробайк с рамой крепкой и пусть и карбоновой, и поэтому рассчитывать на какой-то супернизкий вес не стоит. Здесь не будет легкого велосипеда. Эндуробайки никогда не бывают легкими. И в итоге конкретно этот экземпляр с камерами внутри и вот с педальками DMR Volt весит 17,200. Так что да, в размере L. Это все-таки серьезный велосипед. Что ж, на этом мини-обзор этого велосипеда можно, наверное, завершать. Надеюсь, не сильно вас задушнил рассказами про геометрию и подвеску. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok